Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим материал по подготовке к ОГЭ по решению линейных уравнений с одной переменной. Итак, начнем мы с самих простых. Будем исходить из того, что вы ничего не умеете решать. Итак, 2х плюс 5 равняется 0. С хами как стояла, так и стоит. 2х. Пятерка была с плюсом, перейдет в другую сторону со знаком минус. Минус 5. Далее, х равняется. Ставим дробную черту. В числитель пойдет минус 5, а в знаменатель пойдет двойка. Далее, делим столбик 5 на 2. Можно взять по 2. 2х2, 4. Остается 1. Дописываем 0 и ставим запятую. 10 поделить на 2. Это 5. Итак, получаем, что х равен минус 2,5. Рассмотрим второй элементарный пример. Минус 5х минус 9 равняется 0. Но для начала обратим внимание, вот эти минусы нам абсолютно не нужны. Мы должны их поменять на плюсы. В вашей работе на ОГЭ абсолютно никого не волнует оформление. Поэтому вот так автоматически поставили знаки плюсы и больше ничего делать не надо. То есть, одновременно оба плюса мы поменяли. Теперь, что стояло с х, то и вы переписываете. 5х. Ставим равно. Девятка была с плюсом. В другую сторону она пойдет со знаком минус. Минус 9. Х равен. Ставим дробную черту. В числителе стоит то, что у вас сверху. Минус 9. А пятерочка пойдет в знаменатель. Далее делим столбик. 9 на 5. Берем по одному. 9 минус 5. 4. Дописываем 0 и ставим запятую. 40 делим на 5. Это 8. Значит, наш ответ минус 1,8. Возьмем еще более интересный пример. Минус 2х минус 3 равняется единице. Обратите внимание, вот здесь вы менять не имеете права. Почему? Потому что с этой стороны стоят минусы, а здесь стоит плюс. Но мы все равно найдем выход из положения. Вот тут мы исправим на плюсы, а тут поставим минус. Ваше оформление, опять же, никому не нужно на экзамене. Поэтому вот как есть, так вы и записываете. Что стояло с иксами, то и стоит. 2х равняется. После равно. Как стояло минус единица, так и стоит. А тройка была с плюсом, перейдет с противоположным знаком, то есть в минус 3. Посчитали. 2х равняется. Минус 1 и минус 3 это минус 4. Далее мы с вами говорили. Чтобы найти х, мы ставим дробную числу. В числитель пойдет минус 4. Вот как оно стояло после равно, так оно и стоит в числителе. А в знаменатель пойдет двойка. Отсюда х равняется минус 2. Никакой проверки в этом случае делать не надо. Возьмем более сложный пример. 9х плюс 6 равняется 10х. Значит, о чем мы с вами говорим. С х нужно перенести в одну сторону. Вот 9х как стояло, так и стоит. Вот эти 10х стояли в этой стороне с плюсом. Сюда они пошли со знаком минус. Минус 10х равняется. Шестерка стояла с этой стороны с плюсом. В другую сторону она перейдет с минусом. Минус 6. Итого, 9х отнять 10х это минус 1х равняется минус 6. Мы с вами уже говорили, что раз два минуса исправляем на плюс. Отсюда х равен 6. Еще усложним пример. 6 прибавить 3х равняется 4х минус 1. Итак, с х мы отправляем в одну сторону. Как стояло 3х, так и стоит. А 4х с другой стороны было с плюсом. Сюда перейдет с минусом. Минус 4х равняется. Что стояло здесь? Минус 1 после равно. К нему придет шестерка со знаком тоже противоположным. Был плюс, ставит минус. 3х отнять 4х. Это минус 1х. Если вам тяжело, вы можете так и переписать. Минус 1, минус 6. И затем все минусы исправить на плюсы. Что мы получили? х равен 1 плюс 6 будет 7. х равняется 7. И, наконец, рассмотрим примеры, в которых имеются скобки. 2 умножить на скобку. х минус 7 равняется 3. Вот такие примеры довольно часто встречаются. Раскрываем скобки. 2 умножить на х. Это 2х. Минус 2 умножить на 7. 14. И равняется 3. Что стояло, то и стоит. 2х. Что стояло после равно, то и стоит. 3. А минус 14 перейдет в противоположную сторону со знаком плюс. Плюс 14. Посчитаем. 2х равняется 3 плюс 14. 17. Отсюда х равняется. Ставим дробную черту. Числитель пойдет 17. В знаменатель пойдет то, что стояло перед х. 1х равняется. 2х равняется. И делим в столбик 17 на 2. 17 на 2 не делится, а 16 делится. Берем по 8. Это 16. 17 отнять 16. Это 1. Дописываем 0. И после восьмерки ставим запятую. Получаем 10 делим на 2. Это 5. Итого наш х равен 8,5.